Всех с возвращения в мир NFS 3 Hot Pursuit Это третья серия, которая называется Атлантика И в этой игре мы будем ездить на машине Lamborghini Countach Класса B А трасса называется Атлантика И пролегает в каких-то совершенно непонятных мне территориях Ну что ж, давайте разберемся уже на трассе У противника тоже каунтаж красного цвета И честно говоря, мне немного странно, что эту машину поместили в группу B По всей видимости, ей надо быть в группе A По всем параметрам, таким как скорость и ускорение Ну, как сделано, так сделано Поэтому играем за класс B И что я хотел сказать про трассу Что да, мне немного действительно непонятно, где она находится Ну, как бы название нам подсказывает, что на побережье Атлантического океана Но я не знаю, где вы видели вот такое побережье То есть, в отличие там, скажем, от трассы родной город Или кровавые скалы Где, в принципе, хоть и с графикой того времени Довольно неказистой Но вполне, как бы сказать так, жизнеподобно были воссозданы Воссоздана природа И действительно, в принципе, если закрыть глаза на угловатость и схематичность некоторых вещей То вполне верилось, что ты действительно где-то на природе гоняешь Но в автомобиле То вот эта трасса, она действительно какая-то сюрреалистичная То есть, ну здесь невозможно представить, что в реальности вот такая трасса есть Где она находится Что вот эти вот за странные здания Какие-то непонятные тоннели, какие-то сооружения То есть, эта трасса действительно какая-то такая Именно Игровая И ты понимаешь, что она воссоздана именно Как Несколько схематично Эх Пались Нам повезло, что у этого грузина сейчас хорошее настроение Поэтому с одним штрафом продолжаем гонку Вот действительно, конечно, здесь сделаны вот эти вот совершенно неупругие удары Очень жестко И когда тебя таранит патрульная машина Ты в большинстве случаев будешь действительно как бы перенаправен перпендикулярно в стенку То есть, тебя будут постоянно таким образом заносить Что ты будешь биться в стенку А удары в стенку сделаны только таким образом Что даже если ты бьешься об нее под углом Неплохо так Машина перевернута, лежит и горит А полицейские гоняются за нами Могли бы остановиться, оказать помощь, вызвать пожарных, медиков Да ладно Так вот, да, даже если ты бьешься под углом Довольно-таки значительным Даже где-то 45 градусов в стенку То, скорее всего, ты по касательной дальше не проедешь Скорее всего, ты воткнешься в нее И тебе придется сдавать назад, чтобы как-то выбраться из этой ситуации Так, друзья, о чем я еще хотел сказать О том, о чем я не сказал В прошлых сериях А именно, что здесь в главном меню есть еще Кроме всех прочих прелестей, о которых я перечислил ранее Есть еще настройка автомобиля Причем довольно-таки серьезно Около десятка параметров Ну, может, не десять Но где-то семь параметров Которые можешь настроить по собственному усмотрению Здесь можно выбирать Что у тебя будет в приоритете То ли это будет Наибольшее ускорение Или отдать приоритет наибольшей максимальной скорости То ли это будут у тебя там Резкие тормоза То ли это у тебя будет улучшенная маневренность Лучшее послушание Руля у автомобиля То ли это будет усиление руля То ли надо будет Сильнее его выкручивать И еще Некоторые параметры А, смещение веса автомобиля На переднюю Либо на заднюю вось То есть, довольно-таки Такие серьезные параметры Которые Реально и действительно Влияют на управление автомобилем И Вот тут, к сожалению Я переворачиваюсь Это очень опасно В режиме преследования То есть Любой вот такой вот сброс В режиме преследования Практически Мгновенно Приводит к штрафу Но здесь мне повезло Что полицейские были Довольно-таки далеко от меня И Вот таким вот образом Здесь это не сработало Кстати У меня Такое негласное обязательство По мере прохождения Этой игры На котором я скажу вам Только сейчас Но она работала Из первой серии Здесь есть кнопка Сброса автомобиля То есть Если ты куда-то уперся И чтобы не терять время Там знаешь Знаете На сдавание назад И Опять на выруливание На трассу Можно просто сбросить автомобиль И он Тут же поставится По центру трассы Так вот Я эту кнопку Использовать не буду То есть Буду честно сидеть И ждать пока Игра сама Не сбросит автомобиль От того что он перевернулся Или Ну В принципе больше других Предпосылок Для автоматического сброса Нет Так что Будем играть Максимально честно Сейчас у нас Отрыв от преследования 13 секунд От преследователя В принципе Более менее ровно Идем Еще запас По штрафам Две штуки Так что Я думаю Эта гонка Должна закончиться Удачей По поводу Переворотов Друзья Тоже Интересная фишка В третьей части Серии НФС Если раньше В других играх И в других частях Автомобиль Преимущественно После переворота Вставал на колеса То здесь наоборот Он после переворота Преимущественно Падает на крышу Что конечно же Очень здорово Тратит ваше время В игре И не зря Даже вполне себе Специально Сделаны вот такие Участки Тарасы Как здесь С разными В разных плоскостях И На большой скорости Если вы будете Переезжать С одного участка На другой А особенно Это касается Если вы будете Ехать вверх Хотя тоже и вниз Вот как вы видели Что я перевернулся То вы Практически Со стопроцентной Гарантией Переворачиваетесь Здесь повезло Я От удара Развернулся А то ехал Прямо Прямиком в стенку И вот это мне Позволило избежать Ареста В принципе Финиш уже близок Надо Надо Сосредоточиться И довести эту гонку До конца Ай Как неудачно Вот эти конечно Ну тут все Тут гарантирован Уже штраф Все А и смотрите Хотя меня дальше Жалкает Но уже Исчезло зеркало Заднего вида А когда считает Зеркало вида Заднего вида Это значит Неминуемый штраф Ну что же Мы разозлили Этого грузина У которого было Хорошее настроение И он нам сделал Последнее предупреждение Но поздно Мы уже Финишируем Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok